Ответ кардиолога. Спасибо большое, Мария Владимировна. Огромное спасибо, Жанна Давыдина, за такое вступление. Я думаю, что действительно мы не случайно сегодня вместе, не случайно вместе кардиологи и эндокринологи, не случайно диабет рассматривается как эквивалент сердечно-сосудистого заболевания. Историческое исследование Хафнера, который сравнивал больных с диабетом с лицами, перенесшими инфаркт миокарда, по частоте новых сердечно-сосудистых событий. И в этом эпидемиологическом исследовании, в котором участвовало несколько тысяч больных диабетом и лиц без диабета, с перенесенными и без перенесенного инфаркта миокарда, было убедительно показано, что действительно, вы видите, что если у человека случился инфаркт миокарда, или у него есть сахарный диабет, у него риск развития новых сердечно-сосудистых событий, у этих двух категорий больных практически одинаковый. Если же это больной с сахарным диабетом с перенесенным инфарктом миокарда, то этот риск удваивается. То есть нет сомнений в том, что действительно сахарный диабет является эквивалентом сердечно-сосудистого заболевания. Но для нас, эндокринологов, очень важно. Мы все время говорим о том, для чего эта информация нужна для больного. Потому что Жанна Давидовна показывала, что 67% больных не знают об этом. То есть для чего мы эту информацию должны донести до наших пациентов? Потому что есть реальные пути снижения этих рисков. И сегодня у нас действительно беспрецедентная ситуация, когда определение риска развития нового события предопределяет выбор сахароснижающего препарата. То есть не только цель лечения в отношении, скажем, либо протеида в низкой плотности или артериального давления. Но выбор сахароснижающего препарата, поэтому, конечно, это чрезвычайно важный вопрос исходного определения риска у больного с сахарным диабетом. Теперь тема, которая уже поднималась. Как часто кардиологи видят больных с диабетом или с нарушенной толеранцией к глюкозе? И я просто хочу показать нашу отечественную публикацию. Это публикация 2018 года. Она состоялась относительно недавно. Больные, которые поступали последовательно в кардиологическое отделение для проведения аортокоронарного шунтирования. И наши коллеги задались целью провести у них глюкозотолерантный тест. Вы видите, что на входе примерно у 9% больных выявлялся явный сахарный диабет. У 10% преддиабет. После проведения теста число людей с установленным сахарным диабетом увеличилось на 15%, то есть составило 24%. Число людей с преддиабетом составило 13%. То есть, казалось бы, ну хорошо, и что? Понятно, что нужно реагировать с точки зрения сахароснижающей терапии. Но коллеги показали, что исходы пребывания, именно вот такого краткосрочного пребывания в стационаре у больных, имеющих любые виды нарушения углеводного обмена, преддиабет или явный сахарный диабет значительно хуже с точки зрения инфекции, с точки зрения необходимости проведения повторных хирургических вмешательств и соответствующих затрат. Поэтому, конечно, уважаемые коллеги, сегодня то, что нам предлагает Европейское общество кардиозов, определение рисков у больных с сахарным диабетом, вы видите, что больные, имеющие умеренный риск, их количество весьма и весьма ограничено. То есть в основном речь идёт о больных с сахарным диабетом первого типа в возрасте до 35 лет или больных с сахарным диабетом второго типа до 50 лет, у которых нет факторов риска и у которых длительность диабета меньше 10 лет. Опять-таки, если взять популяцию пациентов, то мы понимаем, что абсолютное большинство людей с сахарным диабетом, особенно с сахарным диабетом второго типа, будут относиться к категории высокого или очень высокого риска. И, как я уже сказал, это будет предопределять выбор сахароснижающей терапии. Что, собственно говоря, и произошло. И наши коллеги в этом году в Париже приняли такую революционную, на мой взгляд, концепцию назначения сахароснижающей терапии, больным с сахарным диабетом, как вы видите, с установленными серийно-сосудистыми заболеваниями. Мы, эндокринологи, пока что не привыкли к тому, что препаратом первой линии являются агонисты рецептора глюкогоноподобного пептида 1 или ингибиторы натрия-глюкозного котранспортера. А наши коллеги-кардиологи говорят о том, что если у вас есть препарат, который снижает смертность у больного диабетом, и если у него есть очень высокий риск наступления этого события, то, конечно, выбор должен пасть в пользу этого препарата. Сегодня моя задача в том числе состоит в том, чтобы немножечко сделать экскурс в эту группу препаратов, которые называются агонисты рецептора глюкогоноподобного пептида 1. И я заранее прошу прощения, что может быть немножечко загруженная цифрами таблица, но вот в этой таблице я прошу обратить ваше внимание на те обозначения, которые представлены зелёным цветом. То есть это означает преимущество препаратов. И нетрудно увидеть, что из всех препаратов группы агонистов рецептора глюкогоноподобного пептида 1 в некоторых случаях мы получаем преимущество в отношении трёхкомпонентной точки МЭИС. Это вот три исследования. Исследование Сустейн, Лидер и Ревайнд. Соответственно, препараты Лироглютит, Семаглютит и Дулоглютит. Дальше мы видим, что в некоторых исследованиях мы получаем преимущество в отношении нефатального инсульта, но очень важная информация, что пока что только по одному препарату мы получили исходы, касающиеся сердечно-сосудистой смертности и не только сердечно-сосудистой смертности, но и общей смертности. Потому что вы знаете, что в истории медицины были ситуации, когда не всегда вот эти два явления шли в одном направлении. И сегодня уже было сказано, что это препарат Лироглютит, агонист рецептора глюкогоноподобного пептида-1. И, в общем-то, скорее всего, да, есть много попыток объяснить, почему это касается именно этого препарата внутри класса. Я должен сказать, что класс агонистов – наиболее гетерогенный класс сахароснижающих препаратов, потому что он представлен разными молекулами, имеющими разную молекулярную массу, разную способность проникать через гематоэнцефалический борьбер. Отсюда разное воздействие с точки зрения влияния на компоненты кардиоваскулярные, разное сродство с рецептором, разную гетерогенность заключается ещё и в том, что разное представительство аминокислотных остатков, то есть гомологичность человеческим, да, вот лироглютит относится к человеческому препарату, агонистов, рецептором гугогоноподобного пептида-1. И это, конечно, очень важная информация, которая на сегодняшний день получила отражение, в том числе в инструкции к этому препарату, где написано, что больные с сахарным диабетом, имеющиеся рейсосоидные заболевания, могут иметь преимущество в виде снижения смертности. То есть это единственный препарат в этой линейке, имеющий это заключение. Поэтому неудивительно, что наши эндокринологические рекомендации тоже предопределяют фактор назначения, фактор выбора сахароснижающего препарата в зависимости от наличия ствующей клинической проблемы, наличия ствующей сирище-сосудистого заболевания. Вот здесь вы видите совместные рекомендации Американской диабетической ассоциации и Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета, где два препарата фактически обозначены и по приоритету обозначены как раз препараты, имеющие наибольшую доказательную базу и наибольшее количество положительных исходов. И здесь лироглютит является, занимает лидирующие позиции. И в отношении не только больных с атеросклеротическими сирище-сосудистыми заболеваниями, но и больных с сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек тоже есть определенные предпочтения. Если речь идет о сердечной недостаточности, то это класс препаратов натрия-глюкозных котранспортеров. Если речь идет о хронической болезни почек, то здесь тоже агонисты имеют определенную роль. И лироглютит, в частности, показал улучшение прогноза в отношении течения хронической болезни почек у больных с сахарным диабетом 2 типа. Я должен сказать, что наши рекомендации, национальные рекомендации, еще в 2017 году тоже мы посчитали для себя возможным и необходимым включить эти препараты в качестве приоритетных при наличии тех или иных клинических проблем. И в 2019 году эти алгоритмы получили свое подтверждение. Более того, не только в отношении больных, имеющих очень высокий риск сердечно-сосудистых событий, но и в отношении больных, имеющих высокий риск, потому что дальнейшие исследования показали, что мы можем апеллировать не только к этой категории больных, но и к пациентам, имеющим множественные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний или сердечно-сосудистых событий. И точно так же вы видите приоритет в отношении хронической болезни почек, который обозначен в наших национальных рекомендациях. Ну, казалось бы, медицинское сообщество договорилось. Казалось бы, мы с вами понимаем важность всего, того, что было сделано в адресе вот этих огромных вливаний финансовых влияний, проведения вот этих клинических исследований, масштабнейших, где участвовали тысячи, десятки тысяч больных. Но я еще и здесь для того, чтобы показать вот эту пропасть между клиническими рекомендациями, то, к чему мы стремимся, и то, что происходит в реальной жизни. И, конечно же, каждый из нас в ходе сегодняшнего мероприятия должен подумать, как преодолеть этот разрыв. Пример – это наш регистр больных с сахарным диабетом, где вы видите количество назначений инновационных классов сахароснижающих препаратов, в том числе и агонистов рецептора глюкогоноподобного пептида-1, который составляет абсолютно минимум. Это вот национальный регистр. Можно посмотреть, в каких комбинациях он чаще всего назначается. Назначается в качестве третьего препарата. Мне очень понравилась концепция раннего начала терапии, которая Жанна Давидинова обозначила. Понятно, что третья комбинация – это уже на поздних стадиях развития диабета. Но и в качестве третьей комбинации – это меньше 2% больных, получающих трёхкомпонентную сахароснижающую терапию. То есть суммарно менее 2% больных с сахарным диабетом 2 типа получают сахароснижающую терапию с доказанным серийно-сосудистым преимуществом. Можно взять любой регион. Здесь Московский, то есть регион Московской области, вы видите, ничтожное количество больных получает, в частности, агонисты рецептора глюкогоноподобного пептида-1 или ингибитори натрия-глюкозных код-транспортеров. Можно взять наиболее благополучный регион в отношении лекарственной терапии – это город Москва. И здесь тоже вы видите, что количество больных, получающих агонисты рецептора глюкогоноподобного пептида-1, исчисляется с 986 больных из более чем 250 больных сахарной диабетом 2 типа в городе Москва. Естественно, возникает вопрос, а какому количеству, в принципе, нужно было бы назначить? Да, вот это данные Соединённых Штатов Америки. Я просто хочу сказать, что это не только мы такие поздно реагирующие, но и наши коллеги в таких странах, как США. Вы видите, здесь представлены данные по лекарственной терапии, назначение второго сахароснижающего препарата, и доля ГПП-1 составляет 7%. Ингибиторов СГЛТ-2, НГЛТ-2 – 7%. Но надо сказать и отметить, что это данные 2016 года. Скорее всего, ситуация изменилась, но тем не менее мы видим, что количество назначений достаточно низкое. Ещё одна проблема, которую хотелось бы поднять в этой аудитории, это приверженность к лечению. И мы уже сталкиваемся с тем, что, к сожалению, не всегда больные понимают, что это терапия длиной в жизнь. Я думаю, что для кардиологов приверженность к лечению в отношении статинотерапии тоже является достаточно актуальной проблемой. И вот здесь как раз исследование, в котором не просто статины назначались, но проводились определённые обучающие сессии больным с высоким риском. Вы видите, что даже после этих сессий только 64% больных получали статины. Из этих 64% больных через 12 месяцев приверженность к лечению составляла 74%. То есть 26% больных в итоге через 12 месяцев в течение времени отменили себе терапию без видимой причины. Поэтому, конечно, для нас очень важно сегодня с вами обсудить в том числе важнейший вопрос приверженности лечения, потому что разрыв в эффективности, это не просто разрыв в эффективности лечения препаратами клюкогоноподобным, пептида 1, показан на этом слайде. Вы видите, что это международные данные. Через 2 года терапия составляет порядка 30%. И это отражается не только на динамике снижения грикированогемоглобина, но, как вы понимаете, если человек принимает препарат хронический, то у него есть шанс выжить. То есть сегодня об этом мы сегодня говорим. А если он отменяет препарат, то, соответственно, вот и нет эффекта, который мы с вами ожидали. Есть российские данные, которые тоже свидетельствуют о том, что достаточно большое количество больных отменяют себе препарат, уменьшают дозу. Иногда я сталкиваюсь с ситуацией, когда мне звонят и говорят, вот у больного развилась вторичная резистентность к препарату. Дальше начинаем выяснять, и оказывается, что больной уменьшил дозу. Потом не каждый день. И, конечно, это та проблема, которую тоже, в общем-то, нужно иметь в виду в реальной клинической практике. И еще раз хочу коснуться вопроса приверженности. Здесь вы видите данные по госпитализациям и по смертности. Насколько приверженность к лечению может влиять на эти показатели? То есть в случае с агонистами рецептора глюкогон, подобного пептида 1, эти показатели могут ухудшиться в разы. Дальше очень важный вопрос. Какому количеству больных мы все-таки ориентировочно назначаем эту линию терапии? Я уже сказал, что это 2%, 7%. А какому количеству вообще, в принципе, можно было бы назначить? И вот здесь можно сделать экстраполяцию на то, как категории больных соответствуют исследованиям. То есть какое количество больных можно учитывать с точки зрения экстраполяции данных крупных исследований. Ну вот здесь показаны исследования исторические в диабетологии. Здесь показаны исследования, касающиеся агонистов рецепторов глюкогон, подобного пептида 1. То есть сегодня, когда мы говорим о расширении показаний к этому классу препаратов, то как минимум в 20% случаев речь идет о возможности упреждения серийно-сосудистой заболеваемости и как минимум у 12% о возможности упреждения серийно-сосудистой смертности, потому что это как раз вот та когорта, та категория пациентов, которая была включена в исследний лидер и исследование РИВАН. Но агонисты рецепторов глюкогон, подобного пептида 1, это не только препараты, которые улучшают прогноз в отношении серийно-сосудистых событий и серийно-сосудистой смертности. Они имеют уникальный механизм действия с точки зрения патогенетического воздействия на заболевания, на диабет, на диабет-сахарный диабет. И, собственно говоря, они создавались для того, чтобы преодолеть те барьеры, с которыми мы сталкиваемся, эндокринологи, с точки зрения возможности достижения контроля заболевания. И если брать конкретные данные по сравнительные данные этой линии терапии, в частности по лироглютиду, то мы с вами увидим, увидим, что это наиболее эффективный класс препаратов в отношении снижения уровня гликемии. Причём патофизиологическое воздействие, оно носит многонаправленный характер, потому что на сегодняшний день известны 11 механизмов развития и прогрессирования диабета как заболевания, связанного с нарушением углеводного обмена. И из этих 11 патофизиологических механизмов в 7, как минимум, покрываются органистами рецептора глюкогомоподобного пептида 1. И один из важнейших механизмов – это влияние, центральная регуляция аппетита, то есть снижение потребности и повышение насыщения человека, которое позволяет физиологическим путём достичь снижения массы тела, которое, как показывала Жанна Давидовна, является очень важным аспектом, объединяющим диабет и сердечно-социалистую патологию. Ну и, конечно, беспрецедентные данные по комбинированным конечным точкам. То есть мы не просто снижаем уровень гликемии, мы снижаем уровень гликемии безопасно, то есть без гипогликемических эпизодов и без прибавки массы тела, что для нас, диабетологов, для эндокринологов, чрезвычайно важно. И вы видели слайд, который показывала Жанна Давидовна, разница между больными в 1998 и в 2008 году – это плюс 10 килограммов по индексу массы тела плюс несколько порядков увеличения индекса массы тела. Поэтому, когда мы стартуем у больного, имеющего ожирение или избыточную массу тела, конечно, вопросы улучшения гликемического контроля, они сопряжены должны быть ещё и с возможностью влияния на массу тела. И здесь показаны сравнительные исследования, которые не оставляют сомнений в том, что если говорить о лекарственной терапии сегодня сахарного диабета, то агонисты рецептора лукогоноподобного пептида 1 являются исключительно важными. И, наконец, последнее. Действительно, кто лечит больных с сахарным диабетом второго типа, кто назначает в том числе инновационные препараты, сахароснижающие. Здесь понятно, что больные с серией сосудистыми заболеваниями чаще попадают к нашим коллегам-кардиологам. Понятно, что если брать разные аспекты, разные серии сосудистые заболевания, то, конечно же, они чаще попадают к нашим коллегам-кардиологам. Но если мы смотрим, кто назначает на сегодняшний день органисты рецептора лукогоноподобного пептида 1, то вы видите, что в большинстве своём это эндокринологи. При том, что препарат прописан во всех кардиологических гайдлайнах. Я думаю, что сегодняшняя наша встреча в том числе направлена на то, чтобы кардиологи не боялись этого препарата, чтобы они имели возможность его назначения. Я всегда говорю, что кардиологи настолько сложные имеют портфель препаратов, где нужно учитывать нюансы, скажем, антикоагулянты и так далее. Здесь препарат абсолютно безопасный в отношении развития гипогликемических эпизодов. Да, он имеет ряд ограничений в отношении нежелательных явлений. В основном это тошнота. В редких случаях это рвота и нарушение стула. Но эти вещи можно упреждать. Надо сказать, что тошнота носит приходящий характер и с течением времени у большинства больных проходит. И агонисты рецепторов и лукагоноподобно-пептида-1. Здесь вы видите сводную таблицу всех сахароснижающих препаратов, которые мы используем, всех линий терапии. То есть фактически со всеми, кроме другой инкретинно-направленной линии терапии, это ингибиторы ДПП-4, практически со всеми линиями терапии мы можем назначить эту терапию. Но при инсулинотерапии, когда используется инсулины короткого или утрокороткого действия, с крайней осторожностью, с учётом рисков гипогликемии, то есть с учётом того, что они замедляют всасывание нутриентов в кишечнике, то здесь просто нужно за этой категорией больных более тщательно отслеживать. Хотя прямых противопоказаний к назначению этой категории больных у препарата нет. Спасибо большое.